Вперёд продвигаемся немцев гравил, назад не ступая ни шагу. Берлин штурмовал, где в дрозда не был, вошёл к победителю в Прагу. Юбилей жизнерадостный Михаил Иванович Антонов встречает со стихами и песнями. Ведь именно в хорошем настроении и правильном режиме секрет долголетия. Стою пять часов, делаю зарядку, умываюсь, бреюсь, посидел немножко и пошёл прогулять. Гуляю по три часа. Вот поэтому я 90 лет живу. Принимать поздравления за 90 лет своей жизни Михаилу Ивановичу приходилось не раз. Военных наград у него много. Орден Красной Звезды, медали за боевые заслуги, за взятие Берлина и за освобождение Праги. Особенно ценная награда, по его мнению, это грамота от Иосифа Виссарионовича Сталина за освобождение немецких городов от фашистских захватчиков. Мне её вручили прямо в танки. В танки. Одному единственному. Я не знаю, в каком танке кому вручали. А я был командиром орудия. Там нас было пять человек. А вот одну грамоту только мне. Вот она хранится у меня уже сколько лет. Больше 70 лет. В ряды советской армии Михаила Ивановича призвали 17-летним юношей из родной деревни в Татарстане. В составе танковой бригады он штурмовал Берлин, участвовал в освобождении Праги. Там большая группировка под натиском наших войск отступала, уничтожала населённые пункты. Гибли люди. Они обратились к командующему нашему 1-го Украинского фронта, команду маршал Конев на третью, четвёртую танковую армию. И наш 25-й отделе танковый корпус из-под Берлина на Прагу направили. Мы разгромили эту группировку. После войны Михаил Иванович остался служить в ГДР. Там женился, потом служил командиром танкового батальона в Средней Азии, военным советником в Египте. После увольнения из вооружённых сил переехал в Казань. Военные традиции семьи продолжил его сын Олег Михайлович Антонов. Мы практически в маленьких гарнизонах жили. Это естественно уже как сын военного, это уже военное училище. Закончил Аматинское общественное командное училище в 81-м году, заканчивал горную роту, нас как раз для Афганистана готовили. И в 82-м году был направлен в Афганистан. В Севастополь сын привёз юбиляра в 2008 году. С тех пор его жизнь тесно связана с нашим городом. А обыкновенную историю необыкновенного человека бережно хранит его большая семья. Сын, четверо внуков и двое правнуков. Надежда Староверова, Денис Александрович, Севинформбюро.